Всем привет! В эфире Этнографика. Сегодня мы продолжаем цикл видеороликов под званием Черноморский фронтир, в котором мы говорим о многонациональных поселках Черноморского побережья, образовавшихся после изгнания черкесов-адыгов с этого побережья в конце Кавказской войны в 1864 году. Ну и также задеваем частично их историю и топонимику тоже. Итак, сегодня наш путник движется от Адлера вверх к Красной Поляне и мы поговорим о нескольких поселениях, которые встречаются по пути вдоль реки Мзымта, справа и с левой стороны. Первое селение, о котором мы уже говорили в прошлых роликах, это поселок Ахштырь по левой стороне реки Мзымта, справа если ехать на Красную Поляну. Мы уже говорили о том, что Ахштырь изначально был поселком женатых солдат. Действительно так, после Кавказской войны в 1866 году на его месте находился штаб 2-го Кавказского батальона солдат и вот они, эти женатые солдаты, при этом батальоне, поселившись, жили в селении Ахштырь. В 1874 году, когда расформировали батальоны, солдаты разъехались по более цивилизованным, ближе к цивилизации поселкам Побережье, а на это место, с селения Высокого, переместились украинские, молдавские и русские семьи. В 1877 году во время русско-османской войны это селение сжег турецкий десант, в числе которого, между прочим, находились черкесские мухаджиры, иммигранты, которые вынуждены были уйти в конце Кавказской войны в Турцию и потом с турками вернулись. Это была такая идея, попытка отбить обратно свои земли родные, но ничего не вышло. Вот селение это сожгли и в 1878 году сюда семьи эти вновь вернулись, но не все, только украинские. А русские и молдавские, часть украинских тоже ушли южнее и основали Адлер на месте разоренного поселочка, который там существовал. И вот в Ахштыре они жили какое-то время, но это не современный поселок Ахштырь, а чуть ниже к реке внизу, потому что Ахштырь современный наверху, на холмах находится. Почему они переселились на холмы? В 1896 году председатель комиссии по благоустройству побережья Николай Абаза, когда инспектировал берег, он посмотрел, как живут, в общем-то, поселенцы в Ахштыре и понял, что там все очень печально и постоянно люди болеют малярией, потому что в низине находится поселок, где разливается вода, часто застойная она, и вот эта болотистая местность вызывает малярию. И он предложил им в таком принудительном даже порядке переселиться наверх, на холмы, где в то время находились такие уже еле заметные развалины Абазинского аула из общества Садзов, который до 1864 года там находился. Место это было удачным, то есть Абазины знали, где селиться в прошлом. Там же находились развалины византийского храма большого, и вот около него переселили этих жителей, и с тех пор в село Ахштыр с 1899 года находятся на этом новом месте. Действительно, там находятся развалины этого храма, они немножко реконструированы были в свое время, используются греками для разных мероприятий, религиозных праздников. Очень красивые живописные руины, с такой аркой, с плечом, очень рекомендую их посетить. Чуть позже, в начале 20 века, в этом поселке появилось чуть больше русских, белорусских семей, а также два австрийцы. Выше Ахштыря по другую сторону, Зинты по правую, если мы едем на Красную Поляну, по левую, появились русские селения у развалин двух древних монастырей. Это селение Голицына и селение Монастырь. Чуть в стороне от селения Голицына, через холм на речке Псахо, это истоки Кудепсты, появилось селение Лесное. Так же как и Ахштырь, оно появилось как штаб первой роты второго кавказского батальона линейного, казармы которого стояли на правом берегу Псахо речки, а на левом берегу находился небольшой аул, в котором российские власти собрали и поселили Хакучи. Хакучи происходили из небольшой общины шапсугской, а в Шапсуге в свою очередь относятся к более крупному подразделению черкесов-адыгов, потом к концу Кавказской войны, к ним туда в труднодоступное высокогорье стали убегать представители самых разных общин и обществ, от абхазов, черкесов, абазин, убыхов и так далее, которые сопротивлялись российским властям и не хотели уходить в Османскую империю. То есть, по сути дела, партизанили. И это они там партизанили почти десять лет и потихонечку выходили, конечно, промерялись, потому что жить десять лет в горах глухих очень тяжело. Собственно, вот эти батальоны войсковые, они стояли по этим местам, что в Ахштере, что на Псахо, с целью поимки вот таких партизан и высылки их в Османскую империю. Но через какое-то время высылку прекратили, тем более в шестьдесят, по-моему, шестом году, через два года после массового изгнания жителей из побережья в Российской империи был принят запрет на высылку, на разрешение черкесам выезжать в Османскую империю, потому что практически большая часть населения выехала, и власти перепугались, что не останется населения, которое можно было бы осваивать край. И появился такой запрет, и тогда их не высылать стали, а просто подселять около батальонов. И вот так вот спускавшихся, примирявшихся с российскими властями хакучей, их селили на штабом первой роты батальона на речке Псахо, и так появился аул Псахо на противоположной от штаба стороне, где этих хакучей достаточно быстро освоились, они знали климат, природу хозяйственную, как ведение хозяйства в этих условиях, и довольно быстро, хорошо обустроились, и даже некоторые зажиточно стали жить. После ухода солдат в 1874 году этот поселок еще несколько лет существовал, около двух лет, поскольку не сразу было дано разрешение самим хакучам, шапсугам, черкесам вернуться на свои старые места в долины. Известно, что первым главой этого аула был Тлепшао Кобж. На вот этой фотографии вы видите Хасана Кобжа, это первый человек, родившийся в ауле Большой Кичмай, куда в 1976 году перешла большая часть жителей Псахо, а его отец, собственно, был главой поселения Псахо, когда они там жили при этой роте. А после получения разрешения жители Псахо и не только они ушли не только в Большой Кичмай, но и дальше на речку Псюзуапсе, на речку Аше, где основали тоже часть аула. Это Хаджико, Тхагапш. Оставленный черкесами поселок Псахо, аул этот, заселили после их ухода понтийские греки из Османской империи, которые наиболее были знакомы с этим бытом. Они построили в селении монастырь греческий, который в советское время был разрушен, а потом восстановлен уже как женский монастырь. Выше по течению Мзымты, в ущелье Чвижипсе, находились руины старого аула абазинаубыхского из общины Чужхуча или Чигахуча, где после войны долгое время еще сохранялись даже отдельные постройки. И это местечко в 1897 году заняли украинские семьи в небольшом совершенно числе. Поселок они свой назвали Медовеевка в честь названия ушедших из этой долины в конце Кавказской войны абазинских обществ, которые в совокупности все назывались словом медовеевцы в русском языке или медзюи, им джаджуи в более оригинальном абазинском языке и турецком. Вот такие поселки нам встречаются по пути. В следующем выпуске мы поговорим конкретно о поселке или ауле Псахо, который по-другому еще лесной называется. И дальше двинемся уже в Красной Поляне и Эстасадок, курортным местам. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, не забывайте подписываться, здесь нажимать колокольчик, чтобы вам вовремя приходили уведомления о свежих видео на канале. Комментируйте, обязательно отвечу на интересные комментарии наиболее. Уже начался выпуск специальных видео по культам и обрядам Западного Кавказа. Будут еще интересные материалы для спонсорской подписки. Как оформить спонсорскую подписку всего за 140 рублей в месяц, смотрите вот здесь вот видео по ссылочке. Очень подробно, очень просто, понятно и таким образом вы сможете не просто смотреть эксклюзивные видео, но и помогать каналу развиваться, помогать мне снимать очень большие крутые видео циклы для комментариев. Ну и не забывайте, что есть еще в наличии тираж книги «Танцы, горы и каштановый мед», который можно заказать, написав мне в комментариях, я укажу где как и почем это можно сделать. На этом все, до новых встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok